Здравствуйте, с вами программа Модный приговор Заседание модного суда, я объявляю, открытым Целых два года Скорим заслуженно был самопереиздаваемой игрой всех времен и народов И каждый геймер мог купить эту замечательную игру скромных 12 раз А лучше больше Купи-купи Но с выходом уже 14 версии Resident Evil 4, для Тодо Говарда настали очень темные времена Нужно как-то еще раз продать Скорим Могут ли камни покупать Скайрим? И это уже не первый резидент на канале Ведь я обожаю эту серию игр и определенно не считаю ее дойной коровой Ну да, номерных частей уже восемь, а всех игр по резиденту почему-то 29 И сами разработчики уже намекают Прошу, помоги ты мне Но ремейк Resident Evil 4 определенно заслужил настолько высокие оценки Ведь на старте игра была идеальной и никто даже в теории не мог подумать Что спустя 3 недели Capcom решат, что заработали слишком мало и выпустят обновление с донатом В сюжетной игре Сдонати! 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 Но больше меня удивило наличие в игре донатной одежды Я еще понимаю зачем это на PlayStation Где у игроков свобода начинается с яркости и заканчивается выбором между 30 кадрами и Full HD Но на ПК фанаты покупают резидент не ради красивой одежды Но в основном чтобы убрать ее Никак вы не научитесь Мы хотим больше си... Capcom в целом в этом году принимают сомнительные решения Сначала они делают превосходную оптимизацию, чтобы в ремейк могли поиграть даже владельцы Nvidia 1050 Зачем-то Пожить, пожить, жить, 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 жить А потом по приколу добавляют в игру Денуа, вызывающую фатальные ошибки рандомным игрокам У вас есть? Денуа Да, конечно, ну как у всех, как полагается А зачем? Для справедливости, хоть проблемы из-за Денуа достаточно серьезные У большинства все работает стабильно Так что не стоит относиться к этому негативно Воспринимайте это как сюрприз геймплей Думаешь, я не подвергну тебя испытанию? Обещаю, моя работа будет продолжена И меня не удивило даже наличие русской озвучки в игре Заблокированной в России С самими разработчиками Мм, да? А почему бы и нет? А вот резкое повышение цены в Турции и Аргентине Помимо того, что игра изначально стоит каких-то конских денег Заставляет задуматься, что вообще происходит сейчас в компании Капком Капком По итогу барыги зомбятина использовали против простых игроков сразу все Да ну, во блокировке и самое страшное Цены И ведь какой-то японец сидел, месяцами придумывал, как бы не дать геймеру игру прочувствовать А маленький геймер взял и купил ключ за одну минуту Я считаю это недостаточно уважительным по отношению к разработчикам Знал бы я про обновления с донатом, купил бы на фанпэй сразу аккаунт в несколько раз дешевле Вы думаете, что я вас не переиграю? Я вас уничтожу Четыре года назад я продавал на фанпэй донатную валюту из ММО и гордо называл себя Предприниматель А сейчас фанпэй это теперь главный сервис подешевой покупке всех новых игр, ключей, подписок, аккаунтов и вообще всего связанного с играми И тот же резидент здесь можно купить не только в стим, а даже для консолей И это во-первых дешево, а во-вторых безопасно, ведь покупка будет оплачена после вашего подтверждения Это один из тех случаев, когда сам пользуюсь и всем советую перейти по ссылке в описании и радоваться санкционным играм Других альтернатив выбирать не приходится Выхода нет, ключ поверни и полетели Но покупать ремейк Resident Evil 4 определенно стоит Ведь в ней не просто русская озвучка А субтитры для гортанных щелчков Субтитры в этой игре вообще вещь полезная И особенно меня радуют голоса персонажей Или мне опустить вход это? У меня встал Если раньше Эшли самую малость бесила Сейчас на всех языках она даже не раздражает Почти Отойди Вперед Назад Какого дьявола ты здесь шумишь? И хоть иногда у персонажей странно открывается рот А всех испанцев решили не переводить По-русски, понимаешь? Как ком стоит отдать должное? Ведь японские студии уже третье десятилетие четко уверены, что во всем мире знают японский Ты не знаешь японского? Ну заплачь А тут еще и мат перевели Ни хрена себе Оказывается это не сложно Когда в оригинале его не было Черт, все спиздили Были конечно и фанаты, которым ремейк показался оскорбительным Из-за вырезанной одной фразы Отсутствием сцен с быстрым нажатием кнопочек Я не понимаю, что надо нажимать вот это вот здесь Стрелочка, я не понимаю, что значит стрелочка Я не понимаю И не добавленными на старте дополнительными режимами из оригинала Которые прямо сейчас добавляют Две недели нынче достаточно, чтобы оскорбиться Это вам смутительно, я буду жаловаться А за бесплатно Но больше всего Некоторых старых фанатов разочаровал отсутствие Таких крайне важных сцен, как Эшли не говорит Фу, ты извращенец Эшли не говорит Эй, на что ты смотришь? Нет анимации Эшли, прикрывающей юбку Когда вы пытаетесь заглянуть под нее И увидеть ее трусики Нет возможности свободно Смотреть на трусики Эшли Под лестницей Нет быстрого взгляда на трусики Эшли Во время сцены, когда ее толкают Нет быстрого полусекундного скольжения трусиков Эшли Во время коссен в церкви Даже не представляю, как этот человек пережил такое предательство Вы меня огорчили Я недоволен У фанатов президента, в принципе, все предъявы сводятся к внешнему виду персонажей Эшли недостаточно школьница А да вонг слишком одетая С последним я даже согласен, потому что в оригинале между Леоном и Адой была некая химия Я в этом полностью уверен 267 видео на определенном сайте не могли появиться просто так Но в ремейке персонажа решили не только одеть, но и состарить И теперь ее диалоги с Леоном больше похожи на уроки пикапа Милфы Мы скоро опять встретимся, красивая женщина В какой-то момент ситуация с Адой перешла до угроз И фанатов можно понять Они хотели только одного Свободу сись По итогу их решила успокоить актриса персонажа Ну как успокоить? Сказала, что все неправы, а азиатки не обязаны быть загадочными и сексуальными И плевать, что Ада Вонг всегда была загадочной и сексуальной Актриса лучше знает Ага как скажешь, ага расскажешь А вот кэшли вопросов нет Новый дизайн ей подарили сразу две симпатичные косплеерши У которых даже есть онлифанс Наверное, лично не проверял Вы ничего не докажете Но самое главное, в чем согласны как старые, так и новые игроки Физика сисечек Заеби Правда капком немного перестарались и у фанатов появился новый сексуальный интерес Ля какая Какая принцесса Больше всего жалко игроков четвертого резидента на консолях И физика там не такая физическая И графика хуже, чем на моей бюджетной 4090 И всех персонажей нельзя раздеть модами Особенно Леона Да и с оптимизацией на консолях ситуация странная Сначала игра плохо работала на PS5 и превосходно на Xbox После чего вышел патч, починивший версию PlayStation И понижающий графику и FPS для Xbox И я абсолютно точно уверен, что никакая маленькая инди компания Sony не зашла в гости в Capcom Они же так никогда не делали Да, я ничтожество, да, я срань этого мира Но, блядь, я истинная срань А вот на ПК прям какая-то магия Настроек графики настолько много, что разработчики даже почитали, насколько расчлененка влияет на производительность И мало того, что игра отлично оптимизирована, так еще и выглядит превосходно Главное не смотреть на лица Проширайся, паримеры! Благо модельки персонажей фиксятся модами Совершенство И так как оригинальная игра вышла в далеком 2005 году, ее геймплей немного устарел Run Поэтому разработчики привнесли свое особое видение Например, раньше из убитых воронов можно было достать гранату В ремейке избавились от таких нелогичных вещей И теперь из жопы ворона в гранату не достать Только 100 монет В нашем деле главный этот самый реализм Но на этом разработчики не остановились И решили добавить в игру качественный стелс В какой именно часть его добавят пока что неизвестно Ну вот, еще одно слепошарое ху... К счастью, искусственный интеллект Эшли не стали изменять Ведь и в оригинале он был идеален Но благодаря новой физике Теперь нам нужно не только спасать ее каждые 5 минут Но и следить, чтобы она не убила сама себя Та бля, табль, табли, табли Разорежу на Головоломки в целом остались те же Но их переделали для современного развивающегося поколения Топ, это головоломка? Ну я понял, что надо сделать Ладно, на самом деле сложнее, чем кажется Засекаете, да Это не считается головоломкой Легкая, легчайшая Для кого? Для величайшего И в какой-то момент головоломки даже потребуют от нас знания механики и попросят найти Вертповедный ключ 9 на 16 Не тот, не тот, не тот А вот с сюжетом в ремейке самые положительные изменения Все что было и осталось на месте Но появились новые диалоги, сцены И все теперь выглядит прям как в современных играх Только с красивыми персонажами И вообще тут в начале чисто по приколу сделали целую кат-цену с жертвоприношением какой-то рандомной женщины Годный контент подъехал Но геймеры все равно жалуются на феминистическую повестку Правда начало авторы могли бы и переделать А то как-то странно, что опытный секретный агент США приехал спасать дочь президента Америки в обычную испанскую деревню И сразу начал всех убивать Мог бы взять с собой и больше, чем один магазин патронов Я не могу И за что действительно приятно Это то, как Капком отнеслись к мурским персонажам Каждого человека в этой игре раскрыли по-новому Луис, например, больше не рандомный деревенский алкаш, подкатывающий к малолетке Которого непонятно зачем ввели в сюжет И также быстро вывели Пошел он! Хотя с новой внешностью его подкаты Кэшли смотрелись бы самую малость Стол, стол, беда В ремейке же он не только стал более харизматичным Но и проявляет себя всю игру как отличный друг А после сцены с последней сигаретой Каждый уважающий себя мужчина захотел бы себе такого друга Или просто захотел Патя, я не плачу Этот дождь Идет Похожие изменения и с Краузером Бывшим наставником Леона Мотивация всех предавать у него, конечно, до сих пор осталась сомнительной Разве не этого ты хочешь? Я хочу тесты Но добавили новые диалоги Ты для меня ничего не стоишь И самое важное, последний перед смертью разговор с Леоном У меня была жена Красивая Как ты? В то время, пока в оригинале Он просто сдох Ну и хуй с ним Даже Карлик стал более зловещим Засранец Хорошую девушку нашел себе Обойдешься как-нибудь Без девушки К сожалению, с женщинами таких масштабных изменений в сюжете нет Но та же Эшли больше не капризный ребенок, сбегающий от Леона просто так Теперь она гуль Я не вернусь в Антейку А сюжет за Аду просто вырезали На когда-нибудь и, возможно, не за бесплатно А это сразу Ни вам сцен с удушением азиатки Ни сцены с тентаклем и азиаткой Ямытый кудасай Но хоть в конце ли он героически спасает Аду как настоящий мужчина? Возможно, она даже жива А в финале он уезжает в закат с самой прекрасной женщиной в игре Многим может показаться, что все изменения с девчонками в игре из-за феминисток Но нет, по их мнению, авторы недостаточно прогнулись под повесточку Добро пожаловать в наш уютненький дурдом Ну а мое личное мнение об игре довольно сдержанное Это было совершенство Буквально до каждой крошечной детали И создавая это видео, я понял для себя очень многое Во-первых, мои подписчики на бусте и патреоне самые лучшие Удачный вечер, обалдежный вариант попровождения А во-вторых, оказывается, если не делать ролики по 40 минут Их можно выпускать чаще И у меня уже готовится особенное модное видео для моего телеграма Ведь если с атомиком было проблемно показывать моды на ютубе За моды к Резиденту можно и отсидеть по какой-то статье Ну а взамен на следующее видео и вырезанное из этого видео DLC я попрошу немного Всего лишь 60 тысяч лайков От каждого Это буквально Сделка века Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok